34,80. Дешевле он не стоит. Пачку риса в корзину и мука тоже по старой цене. В Бакалейном отделе одного из супермаркетов Вологды дороже стала только греча на 3 рубля. Но здесь говорят, это лишь первая ласточка. Остальные производители также обещают повышение цены. В зависимости, разные производители по-разному, то есть по-разному информация доходит. Но пока официальных писем еще не получено. На данный момент сейчас получено уже уведомление от Вологодского молкомбината о повышении цены с 6 числа. Там разные проценты, но в среднем это в районе 5%. То есть если брать в рублевом эквиваленте, где-то повышение цены будет на рубль. Плетенку сейчас будем вставить. Купить горячую плетенку здесь можно уже через 15 минут. Мини-пекарня расположена прямо у торгового зала. Пока на хлебных ценниках прежние цифры. И ближайшие полгода изменять их здесь не намерены. Поднятие на муку цен ожидается. Но производители к этому в принципе готовы. И серьезных изменений не будет именно на конечный продукт, именно на хлеб. Однако специалисты утверждают, повышение цен не избежать. Засуха и неурожай диктуют свои правила. Мука высшего сорта за последние две недели уже выросла в цене вдвое. В среднем к Новому году хлеб может подорожать на 10-15%, то есть примерно на 2 рубля. Но власти обещают, самые востребованные населением сорта Дарницкий и Нарезной будут стоить по-прежнему. Практика уже есть. Осень 2008 года в области удалось удержать цены на товары первой необходимости. Хлеб, молоко, мясо, яйца и масло. И сейчас специалисты уверены, выход найдется. 12 числа на следующей неделе мы собираем перерабатывающие предприятия, торговые сети, проговариваем ситуацию, какая возможно будет быть. Спрогнозируем до конца года, как будут вести себя цены, какая конъюнктура цен сложится на те или иные продукты. И в конце концов мы найдем согласие и компромисс. Форс-мажор с продуктами в области помнят несколько. К примеру, солевой бум зимой 2006-го. Тогда соль подорожала почти в 6 раз и ее запасы смели из прилавков магазина. Но на поверку ажиотаж оказался искусственным. Покупатели сами спровоцировали нехватку товара. С учетом рыночной экономики, в которой мы находимся, ажиотажный спрос влияет на цены. Тут отрицать невозможно. Если сейчас покупатели не поднимут панику, не начнут скупать все подряд, дефицита продуктов на прилавках не будет. То, что не уродилось в нашей области, привезут из других регионов. Как говорит народная пословица, цыплят по осени считают. Так что ситуация прояснится ближе к сентябрю, после сбора урожая. А пока специалисты прогнозируют, средние цены на продукты вырастут примерно на 7%. Людмила Маленина, Максим Ташковец, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова